Саляму алейкум, с вами Мадина Калимулина, и сегодня я расскажу вам про исламские финансы в России. Многие из вас спрашивали, где можно приобрести книгу «Шариатские стандарты», о которой я говорила в прошлом видео. Ссылка будет в описании, можете пройти по ней и приобрести данную книгу. Итак, один из самых популярных вопросов, которые вы задавали, это как обстоит дело с исламскими финансами в России, в частности, какие есть сегодня компании, на какой стадии находится эта тема в России. Поскольку было вопросов много, да и тема достаточно обширная, мы решили посвятить этой теме отдельное сегодняшнее видео. Для начала разберемся, ведь многие из вас спрашивают, почему в России до сих пор нет исламских банков. Обязательны ли исламские финансовые сделки проводить именно через банк? Мы уже с вами говорили в прошлом видео о том, что исламский банк – это, по сути, управляющая торговая инвестиционная компания, которая принимает ваши деньги как инвестиционный займ или доверительное управление и размещает их в реальный бизнес или в реальные сделки с реальными людьми. Таким образом, по сути, основные сделки исламского банкинга, они как к таковой банковской деятельности отношения не имеют. По сути, основные банковские операции, которыми исламский банк занимался бы, помимо привлечения и размещения средств, это валютаобменная операция, расчетно-кассовое обслуживание и платежные операции. То есть, именно этот блок операции отличает исламскую финансовую компанию от исламского банка. Поэтому, когда мы говорим об операциях инвестирования и размещения средств в ваш бизнес или приобретения для вас необходимых вам активов, то до этого банк, по сути, не нужен. Банк нужен для расчетов. Конечно, это хорошо, когда исламская финансовая компания объединяет себе и банковские операции. Но на сегодняшний день, к сожалению, мы таких возможностей не имеем. Об этом мы поговорим чуть позже. Поэтому, по сути, в России то, что есть сегодня, это предоставление услуг исламских финансов не через банковские организации. Мы подошли к вопросу, а в какой, собственно говоря, форме может сегодня существовать исламская финансовая компания? Как вы понимаете, это не банк, поскольку законодательство Российской Федерации говорит о том, что банковская деятельность основана на платности кредитов. То есть, любой кредит должен подразумевать выплату процентов. Если рассматривать организационно-правые формы кредитных организаций, либо связанные с финансовой деятельностью, то мы увидим, что ни одна такая правая форма не подходит по деятельности исламской финансовой компании. Финансовые организации также завязаны на кредитах под проценты. Некоторое время назад российские эксперты, участники рынка, изучая правовые формы, пришли к тому, что наиболее подходящие формы для введения исламского финансирования, которые прописаны в Гражданском кодексе, это товарищество на вере и потребительское общество. По сути, через эти правовые формы можно проводить все вышеупомянутые операции, кроме чисто банковских операций. Таким образом, сегодня в России есть ряд исламских финансовых компаний, которые предлагают вам как заключить договор доверительного управления Мудараба, естественно, в рамках российского законодательства, так и разместить средства в инвестирование в ваш бизнес или в торговое и лизинговое финансирование. Кстати говоря, кто-то может возразить, что исламским финансированием может заниматься управляющая компания, принимая инвестиционные средства от населения и размещая их. Но здесь есть важное ограничение, то что управляющая компания, как правило, работает с ПИФами, они ограничены инвестированием только в ценные бумаги, ну и, может быть, недвижимость. Управляющую компанию нельзя привлекать деньги и размещать их в реальные сделки, чем занимаются исламские финансовые компании. Таким образом, сегодня исламские финансы в России представлены в организационной правовой форме товарищества на вере и потребительского общества. Ну, можно еще упомянуть инвестиционные компании, которые также существуют. Какие есть в этом плане сложности? Прежде всего, это налоговая нагрузка. Основная налоговая нагрузка касается операции торгового финансирования. Как мы уже говорили с вами, самая популярная операция исламского финансирования. И почему она еще и популярная? Потому что она наименее рисковая для финансовой организации. Это покупка-продажа актива с известной наценкой. Да, здесь тоже может быть неплатежи, здесь тоже может быть просрочка, это тоже риски. Но они все же меньше, чем при прямом инвестировании в бизнес. Особенно, если речь идет о стартапе. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что при купле-продаже возникает двойной НДС. Соответственно, данная операция с точки зрения налоговой нагрузки менее конкурентоспособна, чем обычное банковское критование под проценты. Соответственно, вот эта вот разница, она в какой-то степени влияет на то, что услуги исламских финансовых компаний где-то более дорогие, чем критование под проценты. Помимо налоговой нагрузки, есть и ряд других ограничений. Например, ограничения по количеству членов, ограничения по обороту. Это только самые основные из существующих ограничений. Соответственно, все это приводит нас к тому, что для нормальной работы исламских финансовых компаний, ну или исламских банков, все-таки необходимо создание нормальной правовой среды. То есть, необходима либо специальная лицензия, либо какие-то отдельные поправки законодательства для того, чтобы эти финансовые компании могли спокойно развиваться. И население или бизнес могли более спокойно доверять таким компаниям и знать, что они регулируемые формы, а не нелицензируемые организационно-правовые формы, куда, конечно же, уровень доверия в целом у населения ниже. В то же время, насколько форма той же самой банковской лицензии является гарантией того, что ваш расчетный счет не будет заблокирован, а у самого банка не будет отознана лицензия? К сожалению, таких гарантий тоже никто дать не может. Поэтому, насколько сегодня те правовые формы, которые используются исламскими финансовыми компаниями, менее конкурентоспособны, чем обычные банки, тоже большой вопрос. Но все-таки статистика говорит сама за себя. Люди больше доверяют банкам, чем нефинансовым организациям. Кому больше доверяете вы? Пишите в комментариях. Несмотря на все это, количество исламских финансовых сделок в стране растет. Те компании, которые есть, расширяются. Расширяется география, растут объемы. Но, конечно же, это пока очень-очень далеко для масштаба всей страны. Поэтому мы опять подходим к необходимости развития правовой среды. На самом деле вопрос принятия законов или специальных подзаконных актов для работы исламской финансовой России начал обсуждаться уже очень давно. По крайней мере, в течение 10 лет, как мы занимаемся этой тематикой, он звучал и продолжает звучать. Однако, начиная с 2014 года, регулятор обратил внимание на данную проблематику. И с тех пор началось реальное движение в области проработки механизмов эффективного развития исламских финансовых сделок. Правда, в регуляторной среде они именуются партнерскими финансами, поскольку, по сути, основная суть исламских финансов – это партнерство. То есть, будь то торговля, лизинг или инвестиции, это в любом случае партнерские сделки. Здесь банк участвует в деятельности компании либо заинтересован в конечном результате сделки. Возникшая позиция регулятора в отношении того, что партнерские финансы могут существовать в России, привела к тому, что были сформированы некоторые профессиональные площадки для обсуждения данных вопросов. Основная из них – это рабочая группа по партнерскому банкингу при Банке России, которая начала функционировать некоторое время назад, сегодня уже провела несколько заседаний. И хочу отметить, что вопросы, которые обсуждаются на данных встречах, весьма конкретные. Еще одной площадкой является недавно созданный в Государственной Думе России экспертный совет по законодательству в сфере партнерской экономики. Еще в прошлом созыве было представлено целых 8 законопроектов, направленных на создание правовой среды для работы исламских финансовых услуг. По данному вопросу хочу обратить внимание, например, в Великобритании. Там тоже в свое время, еще в начале 2000-х годов, были сформированы рабочие группы, которую также, как и сегодня в России, объединили представители регуляторов, Национального банка, Министерство финансов, также экспертного сообщества, участников рынка, как сегодня происходит и в России. Это дает основания полагать, что через какое-то время будут разработаны механизмы для эффективной работы исламских финансов России. Для тех же, кто думает, что закон об исламских банках принимается просто и быстро, и достаточно волевого решения, хочу задать вам несколько вопросов. Каким должен быть правовой статус исламской финансовой компании? И правом заниматься исламскими финансами должны обладать только специализированные организации или любые? Будут ли требования для работы исламских банков отличаться от требований для работы обычных банков? И, наконец, почему в Казахстане после принятия закона об исламском банке в 2009 году по сей день не было зарегистрировано ни одного исламского банка, кроме того, который был зарегистрирован в 2009 году по прямой договоренности между руководством Казахстана и Абудаби? Для тех, кто немного поглубже в теме, приведу еще несколько более конкретных вопросов. Достаточно ли рассматривать налогообложение для операции Мурабаха как налогообложение коммерческого кредита? Как будет трактоваться в случае просрочки статья 395 Гражданского кодекса? Можно ли проводить операции Мударабы через договор доверительного управления, который сегодня прописан в ГК, или, например, через общие фонды банковского управления? И, наконец, каким должно быть регулирование исламских окон? Я думаю, с данного перечня понятно, что вопрос не такой простой, и от правильной проработки вопросов регулирования исламских финансов будет зависеть то, как это будет работать в дальнейшем. Помимо всего этого, я хочу задать еще один вопрос. А сколько клиентов реально сегодня готовы работать с исламскими банками? Вот вы готовы рисковать своими инвестициями, принося их в исламские финансовые компании? Отвечая на вопрос о том, на какой стадии сегодня находится развитие исламских финансов в России, скажу, что да, у нас пока нет законов об исламских финансах и нет специального регулирования. Но вопрос обсуждается. Это уже большой шаг вперед по отношению, скажем, к ситуации, которая была 10 лет назад, когда Исламский банк развития направлял письма в Центральный банк, и они оставались без ответа. Сегодня же уже между нашим Центральным банком и IDB подписан договор о взаимопонимании. Ссылка на эту информацию в описании, кому будет интересно, посмотрите. Также хочу отметить, что в России, в отличие, скажем, от некоторых других стран СНГ, достаточно хороший уровень экспертной подготовки по данной теме. То есть уже есть люди, которые профессионально занимаются данной проблематикой. Есть как шариатские эксперты, так и эксперты в области методологии, контрактов и так далее. Есть, в конце концов, Российская ассоциация экспертов по исламскому финансированию, участники которой активно работают на площадках в государственных структурах. К сожалению, хочу отметить, что ряд участников так называемого халяльного или исламского бизнеса далеко не всегда придут в исламскую финансовую компанию, а зачастую предпочтут работать с обычным банком с кредитом по проценты. Причины этого могут быть разные, но тем не менее факт остается фактом. Завершая видео о том, как обстоят дела с исламскими финансовыми в России, я расскажу, какие сегодня компании есть и где вы можете воспользоваться их услугами. Основные исламские финансовые компании, которые сегодня на слуху, это финансовый дом «Амаль», который работает с 2010 года в Республике Татарстан, и его же услуги доступны в ограниченном объеме также для жителей Москвы и области. Компания «Лалиброфинанс» работает с 2011 года в Дагестане, и только там она оказывает свои услуги. В основном это потребительская рассрочка. Кстати говоря, компания активно конкурирует со многими крупными банками во многих торговых центрах города Махачкалы. Кстати, можете посмотреть видео с интервью с генеральным директором «Лалиброфинанс» Мурадом Алискеру по ссылке в описании. Существует также ряд других исламских инвестиционных компаний, которые работают преимущественно с бизнесом, которые также расположены в Татарстане и Дагестане. Но вот так сложилось, что это самые активные республики сегодня по данной проблематике. Таким образом, в среднем российскому жителю доступны почти все операции исламского финансирования сегодня, как инвестирование, так и получение финансирования, но, к сожалению, не во всех регионах нашей страны. Для того, чтобы таких услуг было больше, пользуйтесь услугами исламских финансовых компаний там, где это возможно, и создавайте новые компании. Кстати, хочу сказать, что для открытия серьезной исламской финансовой компании нужен стартовый капитал как минимум 500 миллионов рублей. Если же говорить об уровне деревни или села, некой такой кассы взаимопомощи, то можно, конечно, начинать из гораздо меньших инвестиций. И помните, что без вложения в маркетинг никакой проект не будет успешным. Напомню также о том, что в прошлом выпуске «Ответ на вопрос» мы говорили о том, какие риски вы должны понимать при работе с исламскими финансовыми компаниями. Пожалуй, для начала разговора о том, какая ситуация сегодня с исламскими финансовыми в России, достаточно. Я уверена, что у вас возникли новые вопросы. Пишите в комментариях. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Мы работаем для вас. Спасибо за внимание. С вами была Мадина Калимулина. О-саляму алейкум. Нам очень нужна ваша поддержка. И если это видео наберет 200 лайков, мы выпустим следующее видео на неделю раньше.